Много еды, мало движения и спорта. Так у некоторых людей прошли зимние месяцы. Из-за холода и мороза не хотелось выходить из дома. Но с наступлением теплых весенних дней многие стали задумываться о своей фигуре и правильном питании. Тем более не за горами пляжный сезон. Лишние килограммы – неприятные последствия после длительной зимы. Двигательной активности в холодные зимние дни обычно мало. Специалисты говорят, что не нужно резко садиться на диету и практиковать интервальное голодание. Самое важное, что нужно сделать – увеличить двигательную активность. Тренер советует двигаться в любое свободное время и в любых форматах. Это могут быть не только тренировки, но и прогулки на свежем воздухе, утренние и вечерние пробежки, зарядки. В обеденный перерыв можно пройтись по магазинам, прогуляться пешком до работы. Вместо доставки самостоятельно дойти до магазина. Постепенно нагрузки нужно увеличивать. Человек проходит 10 тысяч шагов. Это активность на уровне комфортной для жизнедеятельности. Вообще это норма. Это не выше того, что должно быть. Это норма, которую человек должен проходить. Если вы хотите что-то поменять в своей жизни, здесь нужно еще что-то добавить. 10 тысяч шагов – это вот по здоровью. Но мы не говорим для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Общие рекомендации по корректировке питания – снизить потребление сахаросодержащих продуктов, кондитерских изделий и добавить больше белка, если нет проблем с почками, и полезного жира. Лучше всего перед тем, как менять режим питания, проконсультироваться с врачом, сдать анализы, проверить гормональный фон. Если хотите питаться правильно, использовать для здоровья, изучайте состав того, что кладете в продуктовую корзину. Люди совершенно не читают то, что они покупают, они не читают состав продуктов. То есть можно выбрать один продукт и можно выбрать другой продукт. Они будут как бы одинаковые, но если почитать состав, то они будут совершенно разные, даже по составу жиров. Сейчас практически везде у нас есть трансжиры. Трансжиры не выводятся из организма, они все это у нас остается внутри, на сосудах, ну и еще там много дел. Впишите в свой список правильное меню, пешие прогулки, любимые виды спорта. Главное – не лениться и ввести активность в привычку. И тогда результат не заставит себя ждать. В клубе «Артфитнес» тренеры подберут для вас индивидуальную программу тренировок, составят план питания, помогут с постановкой целей. В фитнес-клубе большое количество разнообразных тренажеров на все группы мышц. Позаботьтесь о своей физической форме вместе с «Артфитнес». Улица Лесная, 39. Начни свой день правильно. Утренняя зарядка помогает человеку взбодриться, зарядиться энергией. Многие люди ведут малоподвижный образ жизни, из-за чего возникают проблемы со здоровьем. Утренняя гимнастика предупреждает многие негативные процессы в организме. Утренняя гимнастика – прекрасный способ правильно начать свой день. Простые упражнения подходят для людей любого пола и возраста. Для того, чтобы тело оставалось в тонусе и дольше сохранялись молодость и здоровье, утреннюю гимнастику нужно делать ежедневно. Современный ритм жизни в городских условиях связан с малоподвижным образом жизни. Отсюда возникают многие проблемы со здоровьем, которые раньше были характерны только для пожилого возраста. Утренняя зарядка улучшит метаболизм, поможет зарядить энергией. Организм привыкнет к умеренной физической нагрузке, и человек будет бодрым и активным весь день. При движениях тела, рук и ног улучшается деятельность сердца и сосудов. Нормализуется работа нервной и дыхательной системы. Ежедневные упражнения помогут выработать правильную осанку, помочь позвоночнику. С утра человек не отличается быстрой реакцией и активной умственной деятельностью, потому что ночью все эти показатели снижаются для полноценного сна. Гимнастика помогает проснуться, привести себя в рабочее состояние и зарядиться энергией. Даже небольшая, но регулярная физическая нагрузка положительно повлияет на тонус мышц, пищеварительный тракт и кровообращение. Активность будет полезна любому человеку. Насыщая организм кислородом, можно замедлить процесс старения. Есть противопоказания к упражнениям. Это повышенная температура тела и проблемы с давлением. Гимнастика для взрослых особенно полезна при малоактивном образе жизни, а также тем, кто страдает от частых психических нагрузок, сонливости. Упражнения дадут целый комплекс преимуществ. Предупреждение атеросклероза, насыщение мозга кислородом, улучшение концентрации и внимания, контроль веса тела, повышение иммунитета, укрепление сердечной мышцы, профилактика против сколиоза и остеохондроза. Комплекс упражнений поможет избавиться от ощущения разбитости, раздражительности, которые являются следствием недостатка движения и поднимет настроение. Гимнастику утром необходимо делать и пожилым. Комплекс упражнений может отличаться, но тут главное – регулярность. Зарядка улучшит метаболизм, поможет избежать проблем с суставами и истончением мышц, а также улучшит настроение и самочувствие, повлияет на укрепление костей, позвоночника, нормализует работу сердца, сосудов, органов дыхания, улучшит работу вестибулярного аппарата, что повысит координацию движений. Утренняя гимнастика особенно эффективно насыщает организм кислородом в проветриваемом помещении. Прекрасно, если есть возможность заниматься на свежем воздухе. Одежда и обувь должны быть правильно подобраны без стеснения движений. Все упражнения должны выполняться плавно с чередованием вдоха и выдоха. Прием пищи перед занятиями исключен, но после пробуждения нужно выпить стакан воды комнатной температуры. Обычно комплекс делится на три части – разминка, основные упражнения и растяжка. Основная часть подбирается по желанию. Можно использовать универсальные упражнения, такие как приседания, махи ногами, наклоны с касанием пальцев пола, выпады по очереди левой и правой ногой. Для взрослого здорового человека можно включить упражнения на пресс, отжимания. Каждое упражнение повторяется от 6 до 10 раз. В заключении выполняется последняя часть с растяжкой мышц и нормализацией дыхания. Заканчивать гимнастику лучше принятием водных процедур, контрастного душа. Комплекс упражнений нужно чередовать, чтобы организм не привык к односложности и к одним и тем же движениям. Эффект от гимнастики не заставит себя долго ждать, особенно если постепенно увеличивать нагрузку. Вы будете меньше простужаться, чаще улыбаться, чувствовать позитив и поддерживать все системы организма в отличном состоянии. Спортсмены Рфят Сфниев завоевали медали 12-й зимней Атомиады 2024. В Нижегородской области и в Полярных Зорях состоялся финал Атомиады по 9 видам спорта. Спортсмены Рфят Сфниев завоевали 11 золотых, 41 серебряную и 9 бронзовых медалей 12-й зимней Атомиады 2024. С 18 по 21 марта в Нижегородской области и в Полярных Зорях состоялся финал Атомиады 2024 по 9 видам спорта. Соревнования по лыжным гонкам, палеотлону, горнолыжному спорту и сноуборду прошли в Мурманской области. Матчи по баскетболу, волейболу, дартс, хоккею с шайбой и шахматом прошли на базе моря спорта в Нижегородской области. На финал Атомиады 2024 приехали 900 сотрудников атомной отрасли в составе 17 команд из 15 спортивных дивизионов и студенты опорных вузов Госкорпорации «Росатом». В соревнованиях приняли участие сотрудники ядерного оружейного комплекса, топливной компании «ТВЛ», российской уронодобывающей компании «Атомредмедзолото», электроэнергетического, инжинирингового и машиностроительного дивизионов Госкорпорации «Росатом». За три дня соревнований спортсмены ядерного центра завоевали 11 золотых, 41 серебряную и 9 бронзовых медалей. По итогам соревнований команда «Рфятсвнеев» одержала победу в баскетболе и дартсе. В лыжных гонках, в хоккейном и шахматном турнире спортсмены «Рфятсвнеев» заняли второе место, в полиатлоне третье. Медали Кубки спортсменам в Нижегородской области вручил чемпион Европы и многократный чемпион России, трехкратный победитель Евролиги, баскетболист Алексей Саврасенко. В «Полярных зорях» участников награждала многократный призер чемпионатов Европы, семикратный чемпионка России, биатлонистка Екатерина Юрлова-Пердх. С 20 по 22 марта проводился муниципальный этап ежегодных соревнований «Нижегородская зорница». Организаторы соревнований – Департамент образования, Департамент по делам молодежи и спорта, Центр внешкольной работы. В «Зорнице» в этом году принимало участие 13 школьных команд. Участники состязались в различных дисциплинах – военная, строевая и физическая подготовка, тактическая игра на местности, оказание первой помощи, викторина героев в форме, общевойсковая грамотность, игра «Снайпер». В течение трех дней шла напряженная борьба, команды достойно преодолевали все этапы. Победителями муниципального этапа «Зорница» 2024 стали во второй возрастной группе команда «Школа номер 10» «Вымпел». В третьей возрастной группе команда «Лицей номер 3» «Каскад». В четвертой возрастной группе команда «Школа номер 17» «Русичи». «Русичи».